друзья приветствую вас на моем канале с вами дарас березовец сегодня я хочу с вами поговорить о свежем заявлении человека из президентской вертикальной секретаря совета национальной безопасности и обороны алексея данилова который сегодня заявил о том что он выступает за жесткую президентскую вертикаль и переход чисто к президентской форме правления напомню согласно действующей конституции украины украина является парламентская президентской республикой где именно парламент является главным органом страны хотя президентская вертикаль президентский пост в украине не является номинальным как например в той же германии да где мы знаем основную власть все-таки имеет в руках федеральный канцлера глава правительства или в австрии например где аналогичная ситуация нужно сказать о том что подобное заявление не является чем-то особым поскольку попытки перекраивания конституции под себя предпринимали неоднократно украинские президенты в прошлом и первым был леонид кучма при котором первая редакция конституции была принята он даже выносил ее пытался вынести на всенародный референдум но в конечном итоге от этой идеи отказался ну и янукович самый известный пример которому в конечном итоге удалось таки поломать и прогнуть под себя конституцию и вернуть себе полномочия которые были ему очень сильно нужны и к чему это привело усиление хотя украина осталась парадигме парламентской президентской вертикали тем не менее янукович усилил свои полномочия к чему это привело мы увидели когда силовики которая подчинялись президенту начали убивать простых украинских граждан это привело к огромному количеству смертей которая до конца не расследованы к слову до сегодняшнего дня то что президент зеленский не собирается уходить не собирается оставлять президентский пост и собирается и дальше руководить страной не является секретом он сам об этом говорил неоднократно и собственно разве не за это из команды изгнали опального бывшего спикера дмитрия разумкова потому что тот позволил себе публично в одном из интервью усомниться в том что президенту стоит баллотироваться повторно поскольку он напомнил о том что зеленский когда шел на президентский выбор обещал что он будет избираться только на один срок но это он говорил еще до избрания сейчас он вошел во вкус он и его партнеры поняли что зарабатывать на целом бюджете страны это совсем не то что зарабатывать на бюджете одного лишь олигарха игоря коломойского когда-то как оказалось зеленский зарабатывал им указал что он зарабатывал много в конце концов через его шара били перегнаны только те которые бы установлены 41 миллион долларов сша тот самый pandora papers ну а теперь сколько идет через офшоры президента и его партнеров нам остается только догадываться на то что там суммы вы выросли как минимум геометрической прогрессии является очевидным так вот заявление данилова еще важность той точки зрения что данилов хочет чтобы не просто мы перешли на президентскую форму управления а еще и президента при этом избирали в верховной ради то есть не всенародное голосование то как этом мы привыкли да за все годы все президенты избирались на всенародных выборах данилов хочет вот этой практике отказаться и перейти на то кстати что в свое время предлагал глава администрации кучма виктор медведчук и метами это именно его идея избирать президента в верховной ради поскольку согласитесь купить голоса депутатов намного дешевле и быстрее чем купить голоса украинцев которых в таком случае придется покупать просто миллионами что интересно в этой истории то что зеленского перес зеленского перестали даже скрывать его желание по сути получить царские полномочия и стать царем это происходит настолько откровенно на фоне резкого падения рейтингов зеленского и собственно говоря это является ключевой причиной почему мы вдруг неожиданно услышали об этой идее именно сейчас данилов не озвучивает собственной идеи он всего лишь высказывает хотелки самого президента зеленского напомню совет нацбезопасности является чисто президентским органом личный состав которого и секретаря президент назначает единолично ни с кем не согласовывая он просто подписывает соответствующие указы назначает тех или иных людей быть членами совета национальной безопасности обороны вместе с ним туда входят обычно обычно по должности спикер верховной рады входит глава службы безопасности министр обороны премьер-министр министр иностранных дел секретарь совета нацбезопасности в данном случае сам президент вот но состав колеблется при разном разных президентах количество членов постоянных рнбо больше либо меньше но что еще важно в украине ни один секретарь совбеза со времен гениального я скажу без без всякого привлечения гениального секретарь совбеза владимира горбулина ни один секретарь совбеза не имел права высказывать собственную позицию собственно политическую публично собственно говоря это и не прописано в законе это конституционный орган снбо но если отдельный закон который регламентирует функции полномочия права и обязанности и членов совбеза и самого аппарата снбо так вот со времен горбулина ни один секретарь снбо не являлся отдельной политической фигуры это значит что это просто глава канцелярии который не имеет права высказывать собственные точки зрения да он может участвовать в принятии тех или иных коллегиальных решений это скорее советник если брать американскую классификацию где советник именно по вопросам нацбезопасности как у байдена джейкс альван он же и возглавляет по сути является секретарем этого самого совета национальной безопасности то есть нашу нашем случае господин данилов не имеет права высказывать собственной точки зрения он может доводить до ведома сми решения приняты если они не являются тайными секретными доведома сми те или иные решения которые принимаются озвучивать опять же позицию президента но озвучивать собственные политические инициативы данилов не уполномочен почему же он это сделал сейчас вы спросите ответ очевиден потому что его на это уполномочил зеленский естественно неофициально ему-то самому не с руки говорить такие вещи а вот данилов он просто улавливает хотелки улавливает желание зеленского и выносит их публичную плоскость как было уже неоднократно в прошлом это инициатива слуг народа это всего лишь пробный шара для того чтобы прощупать промерить общественное мнение для того чтобы понять поддерживают эту идею граждане или нет я не сомневаюсь в том что они сейчас даже проведут отдельный соцопрос результаты которого нам презентуют самое ближайшее время который покажет реальный а может быть желаемый зеленским уровень поддержки этой идеи но тут есть еще одна очень важная заквыка для того чтобы реализовать эту идею на практике сделать то чего так жаждет зеленский отменить всенародные выборы перейти на президентскую форму управления необходимо провести две вещи во первых этот эти изменения должны быть внесены в конституцию конституционным большинством 300 голосов а кучме кстати в свое время это не удалось несмотря на то что это операция занимался виктор медведчук напомню не смог тогда кучма это продавить и второе нужно провести всенародный референдум поскольку изменение конституционного в данном случае строя предполагает проведение всенародного референдума естественная как они будут это все реализовывать и продавливать мы уже прекрасно видим и понимаем это два основных механизма 1 силовики 2 это возможности должности и деньги если в случае с отставкой разумкова плата за один голос достигала 100 тысяч долларов мы можем себе только представить какой будет сумма за голосование здесь поскольку здесь для них ключевой вопрос и придется докупать голоса и убеждать естественно в том числе и представителей собственного моно большинства такой себе праздник такая ярмарка тщеславия на представляете как уже радостно потирают ручки сейчас представители зеленой моно фракции и предчувствуя сколько денег каждый из них сможет получить выбить на а свои офшорные счета за это голосование то что идеи сейчас нам вбросили в этот момент это напрямую связано со скандалом пандора papers и резким падением рейтингов президента зеленского это говорит о том что у зеленского ищут способы каким образом можно избежать следующих президентских выборов каким образом можно сделать так что на следующие президентские выборы зеленский не шел в качестве кандидата на всенародные выборы а сделать так чтобы а с одной стороны смотрите убивается сразу достигается две цели первая цель это увеличение резкая полномочий президента на которых естественно зеленского никто не уполномочивала не избирал 2019 году и вторая цель лишить граждан права голоса передав это вправо тем самым зеленым кнопочкам представителям она большинства и привкнувшим к ним представителям олигархических групп где же здесь демократия спросите вы где же здесь права граждан да и что это означает это означает банальное то что идет сейчас усиленная просто стахановскими темпами темпами попытка демонтажа украинской демократии украинской государственности поскольку если всю эту задумку реализовать в полной мере мы как украина перестанем существовать мы превратимся в беларусь мы превратимся в россию во что угодно мы придем в клуб диктаторов где уже радостно потирая ручки нас ждут владимир владимирович и александр григорьевич нравится ли вам такая перспектива господа друзья мои нравится ли она вам оставляйте свое мнение пожалуйста под этим видео мне она точно не по душе и я приложу все усилия и уверен вы тоже присоединитесь к ним для того чтобы мы не скатились состояние даже не полу демократических а авторитарных тоталитарных стран чтобы мы не стали в один прекрасный день белоруссию спасибо друзья за то что вы смотрите обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и расшариваете это видео спасибо за просмотр для хорошего вам дня с вами был торопились субтитры кормятся